Добрый вечер! В отношении мэра города Алексея Костусева начато досудебное расследование. Об этом сообщил юрист Одесской юридической компании Викоэлл Михаил Каратюк. Информация об уголовном правонарушении внесена в единый реестр досудебных расследований. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы, либо крупный штраф. Наша съемочная группа находится у здания Приморского суда. На судебное заседание журналисты допущены не были. Что же удалось узнать у Дарьи Сидоровской, спросим у нее. Дарья, добрый вечер! Здравствуйте, студия! Всего само заседание длилось минут 40. Из них минут 15 поясняли, можно ли находиться журналистом и оператором на заседании, проводить фото-видеосъемку. Суд решил удовлетворить заявление ИСА и запретить проводить фото-видеосъемку в суде. Сейчас суд ушел уже на встречательную комнату. В встречательную комнату ушел, а под зданием суда проходится приблизительно человек 200. В основном это работники коммунальных служб и студенты. Они с флагами города. Но среди них есть и простые одесситы, вот такие вот, как Евгений. Здравствуйте, Евгений! Расскажите, пожалуйста, с чего начинается ваше утро в нашем прекрасном городе? О, хороший вопрос. Вы знаете, мое утро, как и утро многих моих товарищей, начинается с того, что мы делаем прогулку к морю. Вот я живу, например, на улице Солнечной. Мой товарищ Виктор, ты живешь на Шевченко. На проспекте Шевченко. Но кто бы чем не занимался, у нас порядка 20, вот на этом спортгородке, на Дельфине, порядка 20 или 30 человек, постоянная группа, что мы утречком в районе 8 часов утра прибегаем к морю. Там делаем зарядочку, общаемся, получаем заряд хорошего настроения. И потом это все длится у кого-то час, у кого-то полтора часа. И возвращаемся назад каждым своим обязанностям. Кто-то в семью, кто-то управляет кондоминиумом в это время. Я возвращаюсь к себе на работу, душу, и все. Так проходит каждое утро уже не один десяток лет. И когда мы узнали, что склоны могут быть кому-то переданы, естественно, это нас возмутило, потому что политика может сегодня быть одна, завтра другая. Могут меняться президенты, мэры, правящие партии. Но мы за то, чтобы склоны впредь и навсегда оставались собственностью горожан. Там у нас есть друзья наши, которые живут в Болгарии и здесь периодически. Так вот они сказали, после того, как было принято решение в городах Варна, Бургас, а не такие же города, находящиеся на берегу Черного моря, сегодня они, как горожане, потеряли выход к морю, из-за того, что каким-то фирмам или частным лицам передали в застройку берега Черного моря. И поэтому они нам сегодня говорят, люди, не смотрите на политику, выйдите, если это сегодня решается в суде, в мэрии, где-то ни было, выйдите и отстойте свои склоны. Вам потом дети спасибо скажут. Спасибо. Мы попытались сообщаться со студентами, которые держат флаги, но они знают, что они пришли защищать флаги, но от кого, против кого, зачем, они не знают. Студия. Спасибо, Дарья. Я напомню, что это была Дарья Сидоровская. Она пыталась побывать на заседании Приморского суда, где сегодня рассматривался вопрос одесских склонов. Ну а тем временем многие информационные агентства, ссылаясь на экспертов-политологов, сообщают, что заявление мэра Одессы Алексея Костусева о борьбе за сохранность от застройки склонового моря лишь видимость борьбы за Одесское побережье. Видимость, рассчитанная на ближайшую избирательную кампанию. И к другим темам. На улице Аккордная появился светофор. Сегодня эта новость в числе топ-новостей дня. Напомню, в начале недели лопнуло терпение жителей Малиновского района. После очередной смерти пешехода на улице Мельницкая в районе ее пересечения с Аккордной с требованием установить светофор, возмущенные одесситы перекрыли дорогу. Уговаривать людей пропустить машины пришлось лично исполняющему обязанности председателя Малиновской администрации Кириллу Шаламаю. В итоге люди освободили дорогу, а чиновник пообещал выполнить их требования до конца недели. Вчера светофор был установлен на обещанном месте. Ожидая отлижителям микрорайона, как это принято у нашей власти, его торжественного подключения к электросети, выясняла нашу съемочную группу. Я думаю, если уже человек здесь погиб, там не видно этого пешеходного перехода, так я думаю, что сразу надо было поставить этот светофор, а не ждать там 15-20 лет. У нас должна сама реагировать, чтобы люди не перекрывали дорогу. Из-за этого устраивать какой-то праздник великий, это было должно, ну уже давно сделано. Бантиком каждую ленточку, редость после каждой ямки, бантиков не хватит. Несмотря на то, что светофор еще не подключен, а зебра не нарисована, пост ГАИ на опасном участке уже не дежурит. И продолжение темы в следующем выпуске новостей. Жители села Бензари Балтского района возмущены высокими ценами на воду. В 2009 году сельский совет решил передать водонапорную башню бесплатно в аренду сельскому фермерскому хозяйству «Прогресс». Также сельсовет предоставил этому же хозяйству более двух гектаров земли в постоянное пользование. Тариф на воду установлен с расчетом 32 гривни с человека. Где есть вообще такие тарифы в нашей стране? Кто придумал такие тарифы? Ну, он у нас как бы есть местный пан, себя уявил, и законы для него не действуют. Он сам придумывает себе законы. В репортаже о проблеме жителей села Бензари готовится к эфиру. У нас же к этому часу все. Следующий выпуск смотрите на нашем канале в 19.00. Сейчас же вас ждет еще прогноз синоптиков. Оставайтесь с нами на Новый Одессе. Прогноз погоди від страхової компанії ТИКОМ. Как поведомляют синоптики, у пятницу 15 березня в Одессе продовжу дня хмарна погода, слабкий дощ. Вітер південний, поривчастий 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск нижче норми 743 міліметри ртутного стовпа. Вологість повітря висока 75%. Температура повітря вночі 5-7, в день 10-12 градусів, вище нуля. СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТИКОМ. ПОСТУПАЙ ВСЕГДА УВЕРЕНА!